Кто за первое предложение прошел голосовать? Первым рассматривалось дело 19-летнего Руслана Мамедова. Он отбывает свой срок в колонии общего поселения за кражу. И по итогам голосования 9 членов комиссии из 10 были за его освобождение. И только один человек, всем известный Кафель Амиров, экс-прокурор Татарстана, проголосовал против. У него система проглядывает. Я думаю, что он еще недостаточно не справился. И пусть ждет условно-источного собрания. На фоне других, я чувствую, он здесь один из примерно заключенных, на фоне других. Потому что колония-то известная. Любая колония особо воспитания, конечно, ему не даст. Чем больше он сидит, тем больше он научится, наверное, матерым стать в субборах. На самом деле шанс молодому человеку надо дать, но одновременно помогать себе трудоустройством, дальнейшей адаптацией. Второй претендент на свободу, Марат Муталапов, попал за решетку за наркотики. Год он уже отсидел. И что вы носили с собой этот наркотик? А правда с этого? В отличие от Руслана, Марату Муталапову сегодня не поверили. Ему комиссия по вопросам помилования отказала в поддержке ходатайства. Но у него есть еще шанс выйти на свободу в феврале по условно-досрочному освобождению. Когда члены комиссии могут напрямую задать вопрос осужденному, это интересно, конечно. И более, одно дело, когда имеешь дело с бумагами, с характеристиками подготовленной администрации, а другое дело, когда опытные руки. А члены комиссии по помилам, это все уважаемые, очень опытные люди с богатым юридическим прошлым, практикой юридической, задают вопросы, получают конкретные ответы, то более объективная картина. Написать ходатайство на помилование могут абсолютно все заключенные. Но, как показывает практика, выйти на свободу могут лишь те, кто отбывает свой срок за нетяжкие преступления. Помиловать или нет, окончательное решение принимает только президент России Владимир Путин. В этом году Татарстанская комиссия была рассмотрена порядка 80 ходатайств. Из них лишь 6 судейская коллегия поддержала. Теперь эти дела будут переданы президенту республики, а потом их отправят в Москву. Ведь последнее слово за президентом Путиным.